приветствую друзья с вами компания OEMZAP меня зовут Дмитрий все вы знаете прекрасно что мы ремонтируем корейские автомобили легковые автобусы но теперь мы на территории нового сервиса будем заниматься и грузовыми автомобилями такими как hyundai hd грузовики которые мы будем ремонтировать это hyundai hd 78 hd 72 hd 65 потому что помещение не такое большое и сюда hd 500 hd 120 просто не заедут но мы будем стараться и расширяться для вас в данном случае у нас представлен грузовик hd 78 который имеет длину 5 метров 20 сантиметров высоту 2 метра 20 и вес 4 580 мы поговорим по поводу этой машины с владельцем автомобиля узнаем о ее эксплуатационных характеристиках все ли его устраивает в автомобиле и заодно проверим на нашем подъемке который рассчитан на вес и габариты данного автомобиля знакомьтесь вячеслав здравствуйте расскажите пожалуйста об автомобиле какой у нее пробег сколько вы лет владеете им молодею третий год данный момент пробег 350 тысяч составляет по недостаткам тормозной системе единственный минус и в кабине мест мало бардачков а еще я слышал вот жучки да да присутствует на автомобиле данный момент бронетленка натянутся чтобы уменьшить риски там склон понятно об 12 года автомобиля а какие-то еще нюансы есть которые не очень нравится в автомобиле что-то может быть доработать следует доработать не знаю не получится так ты этот рессор вот у них короткий жестким сам по себе то есть по пересеченной местности уже не покатаешься да и груз весь растрясешь понятно пройдемся в салон посмотрим что у нас в салоне вот у нас салон я бы не сказал что он прям супер комфортный сидение такое жестковатое да что у нас по пардачкам только один бардачок да у нас документы только сюда можно сложить механические стеклоподъемки а еждая с электрическими да и с кондиционером модель без кондиционера да понятно так что еще у нас по удобству кабины особо не скажешь втроем здесь вдвоем здесь удобно сидеть вдвоем до рациона тахограф сверху это на что он звучит тахограф конечно это обижательное что наверно уже с другой стороны посмотрим что у нас на месте водителя как сюда забираться вот колонка конечно в колонку коленкой упираешься сразу что-то по включал да не назовешь его комфортным как пишут статьи многие даже стекло опускаешь об сидении задеваешь что здесь про салон особо ничего не расскажешь ну печка отопитель кондиционера нету да вот у нас кондиционер есть местного масштаба обдувала наверно обдува не хватает конечно сопла далеко расположена есть кнопка управления оборотами прибавить убавить горный тормоз включается очень удобно при эксплуатации в городе торможение двигателем до всех кнопок принципе достать можно удобно единственное что я наверно очень высокий упираюсь в руль коленкой говорят она еще регулируется раз мы попробуем куда она регулируется не особо помогло что поедем на подъемник посмотрим что там снизу у нас мой пора адвесной до подвесной подшипник под замену он гуляет крестовина задняя под замену послушать турки рисок под замену резинки амортизаторов разбиты менять втулки втулки задних амортизаторов а вот смотри я прям рукой вот шатай даже без это все остальное видели шкоре шкоре подшипник регулировать больше пока ничего интересного такого нет как ни странно сухо все и окрасили окрасит краску которую лодки подводные красит да то есть а то я слышал на что рама очень тоже подвержена коррозии на на этот автомобиль установлен двигатель d4 dd 3 и 9 литров насколько я помню и 140 лошадиных сил насколько я слышал очень капризная топливная система но владелец говорит что это не так и ему это не доставляло каких-либо неудобств главное вменяйте во время фильтра обслуживайте автомобиль все собственно говоря заливайте качественное топливо сейчас мы поднимем кабину посмотрим как это производится и посмотрим что у нас в двигателе красота вот подняли кабинку и видим что трудности по ремонту и обслуживанию данного двигателя вообще никаких не должно быть все как бы в легком в легком доступе как бы ну кожухи снимаются все снимается все что хочешь можно сделать довольно таки быстро не говоря уже от его и обслуживание главное обслуживайте автомобиль чтобы он вам служил верой и правдой кабина конечно у грузовика не очень удобная и вылезать залезать тоже так себе но зато автомобиль очень удобен в обслуживании и при ремонте до любого узла долеть без проблем привозите свои автомобили к нам на техническое обслуживание шприцуйте вовремя шкворни рулевое карданы здесь очень много точек которые требуют внимания если вы будете производить это вовремя то у вас будет возникать меньше проблем также техническое обслуживание замены топливного фильтра чтобы топливная система служила вам дольше подписывайтесь на наш канал ставьте лайки приезжайте в гости знакомиться ждем вас у нас у